Здесь жил Восток. Ну как жил? Сидел на цепи и, как и его друг Кадрус, ждал, когда рука человека принесет еды. Кадрус в ту ночь почуял. Не стал есть отравленную колбасу, которая упала рядом с ним. А вот Восток съел. Теперь в его будке живет другой пес. Раз было темно, то кидали вот так вот хаотично несколько кусков. Но при этом объем был не очень большой, потому что мы собрали четыре куска. И плюс, получается, у нас, ну, по факту, не более десяти собак съели эту гадость. В семь погибли, трое потерялись. Отравленная колбаса отправлена на экспертизу. Но Софья уверена, что знает, чем убили собак. Лекарство безопасно для человека и смертельно для животного. И несмотря на то, что препарат должен продаваться только по рецепту, купить его можно легко, говорит зоозащитница. Мы заходили, вот какие-то крупные сети, они действительно, ну, как бы говорят, нет, без рецепта не продоедим. Заходишь рядом в какую-то, ну, такую некрупную сеть, они даже ничего не спрашивают, просто подают тебе и все. Справедливости ради отметим, что объехав сегодня семь аптек, препарата мы не нашли нигде. Так что преступникам пришлось потрудиться. Сейчас в Ласке примерно 600 собак. Их все больше. Поэтому недавно здесь расширили территорию. Добавили вольеры, поставили новые будки, чтобы животным было свободнее. Но зоны отчуждения и места, где собаки могли бы гулять, нет. Приют Ласка стоит, можно сказать, прямо на трассе. Вот так вот ночью человек, который решил отравить животных, подошел к этому забору. Защитой назвать его, конечно, очень сложно. И, собственно, сделал все, что он хотел. Сотрудники приют Ласка говорят, что за 9 лет, сколько они находятся на этом месте, они даже и не думали, что животным, которых многие боятся, самим нужна более серьезная защита в виде нормального забора. Кому могли помешать животные на окраине города, там, где нет рядом жилых домов, сейчас выясняют правоохранители. Им в помощь записи с камер видеонаблюдения соседних предприятий. Версий у сотрудников приюта три. В интересах следствия ни их, ни видеозаписи пока не обнародуют. По закону максимальное наказание за убийство животных – 5 лет тюрьмы. В приюте в ближайшие дни планируют установить камеры видеонаблюдения и мечтают построить большой забор, чтобы животные жили в безопасности от руки человека. Не наоборот, сидят, людей ждут, что к ним придут, погуляют, пообщаются. Тут одиноко. Вот дождались человека. Евгения Одаровская, Алексей Фрезин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин